всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я снова снимаю для вас влог и начать его хочу с обеда показать что я готовлю сегодня на обед и вот я сегодня на обед варю два супчика первый это у меня для детей обычный на курином бульоне извиняюсь пока готовила испачкала плиту мамы и вчера мы вам вот такой вот с рисом варю его точно так же как с вермишелькой только вместо вермишельки добавляю рис на курином бульончике деткам очень нравится вот рис я предварительно отвариваю точнее у меня был вот мисочки здесь отваренный уже рис мама отваривала его на гарнир и я его добавила сюда в супчик для взрослых скажем так я буду варить грибную суп и тоже на курином бульончике вот у меня уже сварился и я варю из спинок тут пенку снимала значит я предварительно отвариваю грибы сушеные которые мы собирали с мамой и сушили осенью до сентябре грибочки я их предварительно отвариваю воду сливаю в которую они варились и они видим их сушим крупно я их потом мелко вот так нарезаю буду добавлять картошечку и перловку перловку в принципе я люблю беру любую какая есть вот сейчас меня была вот такая в пакетике я кстати иногда покупаю такие крупы которые вот в пакетиках идут и это у меня была крупная сорти от марки просто мне мама любит такие но на себе иногда отваривает там какую-нибудь крупу вот так что все это сейчас буду добавлять бульон а и также вот у меня зажарка еще из лука и морковки тоже буду сюда добавлять и отваривать вот я все сюда соединила скажем так добавила еще лавровый листочек такой то у меня получается достаточно густой мне муж любит когда много перловки но не любит когда мясо есть поэтому я варю из спинок такой вот получается очень ароматная аромат вообще на всю на весь дом вот такой вот супчик и потом сейчас у меня немножко закипит и я буду добавлять черный перец обычный это кстати просто баночка из-под паприки заказывала в на хер сюда мы ее используем вот для перца я покупаю сразу много вот и мама сюда все засыпает и буду добавлять вот такую вкусную соль и кстати да сюда я еще добавила перец горошком а сюда просто лавровый листочек и потом добавлю вот эту вкусную соль так что вот такой вот у нас сегодня обед сразу два супа и кстати когда мне ребенок был маленький младший я варила вообще три сумочка так что да и вот такой вот супчик у нас получается очень очень ароматный очень вкусный вот это я для ламужу а детки у меня будут кушать рисовый суп младший мне не ест картошку в супе старший принципе ест нормально в общем все у меня привереды вот такой хлебушек сметанку маслом так что мои мужчины сейчас будут обедать а я поем суп но наверное попозже может не поем не знаю но пока что-то не хочется так что вот такой вот очень вкусный суп всем кто кушает приятного аппетита и также я сегодня целый день дома планировала затеять такую глобальную стирку и уборку но у нас отключили воду и судя по всему у нас произошла какая-то авария потому что у нас сейчас подключают один дом газу и раскопали там целую улицу и я смотрю что ездят аварийки с водоканала значит повредили трубу которая идет с водой водопровод вот а вообще у нас в поселке нет централизованной канализации у нас сделано ну то есть лично у нас сделан просто септик это большие такие большая такая емкость с тремя отсеками и потом этот отсек еще переливается в колодец и потом уже выходит вроде бы вода там куда-то в общем туда нужно что-то засыпать какой-то порошок и еще вызываем мы машину которая чистит этот септик но так на самом деле сделано у нас поселке не у всех у некоторых просто из дома напрямую идет в канаву канавы выходит у нас финский залив но я думаю не только у нас такое есть во многих и в общем у нас еще планирует сделать к 2020 году вроде бы канализацию так что моя стирка и уборка накрылась сегодня и вообще конечно готовить когда нет воды я вот успела налить в кастрюлю немножко воды и вот на суп и все воды больше нет это конечно ужасно и неизвестно когда будет может быть и целый день ее не быть так что сегодня наверное буду отдыхать и сейчас я буду еще заваривать чайок нам дали воду слава богу так что стирка моя сегодня будет и уборка и я буду заваривать вот в этом чайник и вот такой вот чай который мы привезли из турции у меня муж его завариваем вместе с черным чаем а я хочу сейчас отдельно то есть я вскипятила вначале воду потом отдела вот сюда насыпала сюда чай и сейчас буду в кипяченую воду просто опускать этот чай и он будет завариваться я поставлю на подогрев вот и он будет здесь два часа подогреваться и завариваться смотрите какой красивый чай получается то что так вот будет еще вкусно а так мы и чай пили из вот такого термопода супра нам кстати очень нравится всегда доступ горячей воде но она не горячая здесь она просто теплая ну как теплая чаем можно заварить а теперь у нас еще такой дружок есть и вот такой вкусно у нас получается чай но такого насыщенного темного цвета но я не люблю крепкий поэтому я его себе побольше разбавила просто он очень-очень вкусный такой кисленький я добавляю сюда сахар себе вот на такую кружку я кладу две ложки сахара очень вкусненько и я сейчас буду на ужин готовить фасоль с овощами значит я уже натерла лук полуку нарезала лук полукольцами и натерла морковочку также у меня здесь замороженная петрушка вот я просто кусочек отрезала тоже туда брошу и помидоры помидоры тоже заморожены я сейчас с ним сниму кожу кожа снимается очень легко как вы видите тоже порежу и туда все это обжарю и под конец добавлю вот такую вот фасоль будет очень-очень вкусно такой вот салат он называется витаминный сюда мама добавляет немножко уксуса соль сахар обычная капуста и морковка натертая на терке а капуста просто нашим кого то есть такой получается вкусный салатик я кстати обожаю такой салат и также она замариновала ножки куриные так и ложки маринуешь мед соевый соус горчица иногда там добавляем в какой пропорции приблизительно 2 столовые ложки соевого соуса чайная ложка горчицы и ложка столового меда попробовать надо нахлой свой выкладывать и потом отлично добавлять кстати будет очень вкусно да и все это запекается в духовке 3 180 градусов просто выкладывать на противень разогревать духовно поставил 180 градусов времени пока она разогревается сейчас выложу я вот эти замаринованные ножки насколько они у тебя маринуются в данный момент она у меня часа два мариноваться на 1 и 3 до 3 и 4 в общем можно с утра сделать вечером приготовить замариновать и все вот так вот выкладываем ножки выкладываем ножки вот 20 минут они жарятся просто вот так да да просто так обветриваются как бы жариваются потом я накрываю фольгой и они доходят не ожидаю уже чтобы это сама были не сырые а если это сковородки жарит до нас кого по первости я делал один раз на сковородке но получается так так что мед превращается в жилый сахар то есть получается все забрызгана черная сковородка черные эти поэтому я перестала это делать получается очень вкусно да прожаренная а я вот добавила ложек овощам эту фасоль все перемешала и буквально чуть-чуть вот этой вкусной соли и получается вот такое достаточно аппетитное и вкусное блюдо который можно использовать как гарнир или как вообще самостоятельное блюдо что вот такая вкуснота и на сегодня я буду заканчивать свой влог уборка я сегодня так и не занималась только готовила стирала ну такую легкую уборку сделала даже полы не помыла но ничего страшного и кстати вот этот рецепт фасоли это такой быстрый вариант фасоли когда вот там с работы допустим и приходите нужно быстренько что-то сделать вот тогда это отличный вариант конечно мы с мамой еще готовим из обычной точнее мама готовит и обычную фасоль ну сухую такую да как как она правильно называется как крупа которая вот и тоже как-нибудь когда будем готовить ко мне котейка пришла обязательно сниму вам рецепт ну и не забывайте подписываться на мой канал оставляйте комментарии ставьте пальчики вверх нажимайте колокольчик всех люблю целую и до новых встреч